Так, всем сегодня приветчики! Сегодня у меня Сайнд Хилл за окном, поэтому я вещаю, вот, ну, главное, чтобы окно не вынесло остальное. В общем, что сегодня хочу сказать, что отличает успешного человека от неуспешного? Сейчас скажу, одна, одна фишка, не деньги, не наличие связи, не наличие, я не знаю, там, имущества, богатых родителей, там, или еще какая-то фигня. Нет, вообще нет. Успешного человека от неуспешного отличает только одно качество. Успешный человек, он всегда говорит о том, что вот случилась неприятность, да, какая-то, и он говорит, вот, благодаря тому, что у меня вот эта неприятность случилась, я вот там-то, там-то оказался. Там, благодаря тому, что... Вот, допустим, давайте я буду говорить про себя, раз блог мой, раз страничка блог мои, то давайте я расскажу про себя. Вот, а если честно, вот я когда, ну, осознала, что я живу с нарциссом, да, это же как бы пришло не сразу мне тогда, когда мы с ним уже разошлись, а еще когда я с ним жила, я сразу стала думать о том, что надо из этого блота как-то выбираться. Ну, что-то нужно сделать такое, что никто меня не придет, не спасет, никто, волшебник на вертолете не прилетит, короче. Я стала думать о том, что нужно выбираться из этого болота, но я же не могу взять, как бы уйти, да, свалить. То есть мне нужно было что-то начать делать. Что я сделала? Да я в первую очередь устроилась на работу, просто потому что, ну, деньги нужны всегда, и поэтому вот, вот. А далее я стала работать, то есть я стала так на работе вкалывать, что меня повысили и стали отправлять в командировки. После того, как меня стали отправлять. Потом, когда я, ну, то есть когда мы с ними жестко разошлись, все, он меня утилизировал, он меня вышвырнул из дома, сказал, собирай семнатки и пиздуй. Вот. Это было как раз-таки 8 марта этого года. И знаете что? Я в себе какую способность открыла, благодаря тому, что со мной такое произошло? Я нашла себе куда съехать за один день. За один день. С нуля. Я не умела ничего делать. Просто взяла и нашла. Это ладно, это фигня. Потом, когда, получается, я уже съехала, все, то есть, я завела блог в ТикТок, и у меня он выстрелил. У меня пришло 15 тысяч человек блога в ТикТоке. С нуля. Я просто рассказывала свою историю. Понимаете? Просто 15 тысяч человек с нуля. Я даже не задумывалась о том, что мне нужно выложить. Я просто говорила, говорила. Ну и, соответственно, на самом деле, знаете, вот что я вам хочу сказать? Вообще, вот мой бывший нарцисс, да, на самом деле, вот сейчас уже прошло, когда 9 месяцев после нашего расставания, я до сих пор его вспоминаю. И, если честно, я вам хочу сказать, что это самый лучший мужчина, который был в моей жизни. Потому что с ним я проработала все психологические травмы. Я прочитала все книжки. Я, короче, сходила к психологу, к психотерапевту. Я делала вообще все, чтобы просто избавиться от этого. И я настолько хотела жить дальше после того, как мы разошлись, что я вообще все делала. Абсолютно все инструменты, которые находила, я все на себе применяла, понимаете? Но пока мы жили с ним, да, то есть я прорабатывала все детские, там, какие-то травмы, которые у меня были еще. Если бы не он, я бы не въебывала так на работе, чтобы меня отправляли в командировки. Если бы меня не отправляли в командировки, я бы не узнала, что я могу просто в любом месте жить, в любом. Прожив за этот год в пяти городах в России, я просто сейчас могу сказать, что мне кажется, я в любой город приеду, и все у меня будет во. Самый прикол, я переехала, прикиньте, просто. Я 16 лет жила в своем городе маленьком, потом я переехала в Пермь, жила там 16 лет, и после этого я взяла и переехала в Владивосток. Понятно, что я делала для этого определенные действия, я использовала инструменты, но сама суть того, что я на самом деле благодарна любому препятствию, любой сложности, за то, что они на самом деле мне помогали, понимаете, вот это все, это просто помогает мне достичь того, что я хочу. И вот этот блог мне тоже помогает, и мое видео помогает, и вы мне помогаете, мне абсолютно все помогает. Поэтому, если у вас сейчас что-то случилось, произошло, например, начальник вам не выплатил премию к Новому году, поблагодарите его, потому что вам деньги придут из другого места, и ровно в той сумме, которую вы как бы рассчитывали. Если, например, случилось, что, не знаю, вас парень бросил, да это супер, это к лучшему, это как бы получается, не вы потеряли человека, да, то есть, вы думаете, что миллион потеряли, а на самом деле копейку выронили, потому что следующий мужик будет вас ценить, любить, на руках носить, а вот этот чувак, который вас бросил, он на самом деле потерял любимого человека, а вы потеряли человека, который вас не любит, то есть, поблагодарите его, скажите спасибо, супер, отлично, пока-пока, я жду следующего, свободная касса, вот, шучу, то есть, относитесь к препятствиям с благодарностью, и считайте, что каждое препятствие помогает вам жить той жизнью, которую вы...